Кристалл Сазерленд. Дом Холлоу. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории России. Пролог. Я не такая, как все. Это осознание впервые пришло ко мне в десять лет. Около полуночи женщина в белом проскользнула в комнату через окно и срезала швейными ножницами локон с моей головы. Я не спала и все это время следила за ней в темноте, слишком напуганная, чтобы шевельнуться или позвать на помощь. Я видела, как она поднесла прядь волос к своему носу и вдохнула аромат. Видела, как положила ее на язык и замерла на несколько мгновений, смакуя, прежде чем проглотить. Как наклонилась и провела кончиком пальца по шраму в виде полумесяца на моей шее, чуть выше ключицы. И лишь когда незнакомка, не выпуская ножницы из рук, распахнула дверь, ведущую в смежную спальню моих старших сестер, я, наконец, закричала. Мама схватила ее в коридоре, сестры помогли повалить на пол. Женщина казалась бешеной и сопротивлялась всем трем с неистовой силой, подпитываемой, как мы позже узнали, амфетаминами. Она укусила маму и ударила головой Виви, мою среднюю сестру, с такой силой, что разбила ей нос. Бедняжка еще несколько недель ходила с синяками под глазами. И только Грей, моей старшей сестре, удалось ее усмирить. Когда сестре показалось, что мама не смотрит, она наклонилась к лицу декарки и прижалась губами к ее рту. Это был нежный, прямо-таки сказочный поцелуй, который в то же время вызывал отвращение, ведь подбородок женщины был покрыт кровью нашей матери. На секунду в воздухе повис странный сладковатый запах, смесь меда и чего-то еще, чего-то испорченного. Грей отстранилась и, удерживая голову незнакомки в ладонях, смотрела на нее сосредоточенно, выжидающе. Глаза ее сделались черными, словно отполированные речные камни. Ей исполнилось четырнадцать, и невозможно было вообразить себе существо прекраснее. Мне хотелось содрать с нее кожу и носить на себе. Под ее прикосновением женщина содрогнулась и просто стихла. К моменту приезда полиции взгляд у женщины сделался неподвижным и отстраненным, а ноги ватными. Когда ее уводили три офицера, она едва стояла на ногах, пошатываясь, словно пьяная. Интересно, знала ли в те времена Грей, кто мы такие на самом деле? Позже в полиции нам рассказали, что та женщина прочитала о нас в интернете и несколько недель посвятила слежке и подготовке своего вторжения. Известность нам принес один странный случай, произошедший тремя годами ранее, когда мне было семь. Я ничего не помнила и никогда не вспоминала о нем, но, как оказалось, у многих людей это происшествие всерьез интриговало. Именно тогда я поняла, что мы отличаемся от остальных. В последующие годы это ощущение только усиливалось, а с нами продолжали происходить странные вещи. Когда Виви было пятнадцать, один мужчина попытался затащить ее в свою машину, чтобы похитить, считая ее ангелом. Она сломала ему челюсть и выбила пару зубов. Еще был учитель, которого Грей ненавидела. Его уволили после того, как в присутствии всего класса он прижал ее к стене и поцеловал в шею. А потом очень симпатичная и популярная девушка, которая доставала меня в школе, вышла вперед на общей линейке и принялась брить себе голову. Роскошные темные локоны падали к ее ногам, а по щекам текли слезы. Когда среди множества лиц в тот день я в толпе увидела Грей, она пристально посмотрела на меня. Травля продолжалась многие месяцы, но сестрея рассказала об этом только накануне вечером. Она лишь подмигнула мне и вернулась к чтению книги. Шоу ее не интересовало. Но Виви, куда менее деликатная, закинула ноги на спинку впереди стоящего стула и расплылась в широкой улыбке, сморщив от удовольствия свой крючковатый носик. Сестры Холлоу все время оказывались замешанными в чем-то темном и опасном. У всех трех были черные глаза и молочно-белые волосы, и завораживающие имена из четырех букв. Грей, Виви, Айрис. Мы вместе ходили в школу, вместе обедали, вместе возвращались домой. Друзей у нас не было, они нам не требовались. Словно акулы, мы передвигались по коридорам школы, оставляя мелких рыбешек шептаться за нашими спинами. Все вокруг знали, кто мы такие. Нашу историю слышал каждый. И у каждого имелась собственная теория относительно того, что с нами произошло. Мои сестры умело пользовались этим. Подобно опытным садовникам, они взращивали или леяли окружавшую их тайну, поворачивая ее в ту или иную сторону по своему усмотрению. А я просто следовала за ними, всегда тихая, вдумчивая и смущенная всеобщим вниманием. Одни странности влекли за собой другие. Было опасно искушать судьбу, приглашая в нашу жизнь тьму, но она, казалось, притягивалась к нам сама собой. Я не задумывалась о том, что сестры окончат школу намного раньше меня, вплоть до того самого момента, когда это произошло. Это место им не подходило. Грей обладала острым умом, но не находила в расписании уроков ничего, что могло бы ее заинтересовать. Если в классе задавали прочитать и проанализировать Джейн Эйр, она могла решить, что Дантовский ад куда интереснее и посвятить свое сочинение ему. На уроке рисования вместо реалистичного автопортрета она могла изобразить монстра с запавшими глазами и руками, покрытыми кровью. Некоторым учителям это нравилось, но не большинству. Так что Грей выпустилась с довольно скромными оценками. Но если сестру это и волновало, она никогда не показывала, фланируя по школе с уверенным видом человека, которому предсказана самая завидная судьба. Виви предпочитала появляться в школе как можно реже, чем приносила администрации огромное облегчение, ведь каждый ее приход сопровождался кучей проблем. Она грубила учителям, прорезала в школьной форме дырки, чтобы та больше соответствовала стилю панк, рисовала баллончиком граффити на стенах туалетов и отказывалась снимать многочисленный пирсинг. Если сестра когда-либо снисходила до письменных работ, то всегда с легкостью получала за них высший балл. Но случалось это слишком редко для того, чтобы помочь ей удержаться на плаву. Впрочем, такое положение вещей Виви полностью устраивала. Каждой рок-звезде нужна достойная история. Так что вылететь из школы, за которую приходится выкладывать 30 тысяч фунтов в год, именно то, что нужно. Они были такими уже тогда, обладали необыкновенной уверенностью в себе, свойственной лишь людям куда более зрелым. Их не волновало мнение окружающих, не интересовало, что находит привлекательным другие. И этот факт вполне естественно делал их самих неотразимо привлекательными. Они ушли из школы и из дома тоже, с разницей в несколько недель. Грей тогда было 17, Виви — 15. Отправились покорять мир в полной уверенности, что ему готово на особенное блестящее будущее. Так я и осталась одна. Последняя из Холлоу. Силищаяся расцвести в густой тени, оставленной старшими сестрами. Тихая, но способная. Наделенная любовью к естественным наукам и склонностью к математике. Отчаянно больше всего на свете, жаждущая стать незаметной. Медленно, но верно, месяц за месяцем, год за годом, атмосфера таинственности, окружавшая моих сестер, рассеивалась. И на долгий период времени моя жизнь стала именно такой, о которой я мечтала, с той самой памятной сцены, когда Грей утихомирила чокнутую незнакомку поцелуем. Нормальной. Но однажды, само собой, этой нормальной жизни пришел конец. Глава первая Я затаила дыхание, заметив взирающее на меня с пола лицо сестры. Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на Грей, — тонкий шрам в виде полумесяца. Второе — ее умопомрачительная красота. Журнал Vogue, уже третья его американская обложка, должно быть, прибыл по почте и приземлился прямо на коврик в холле, где я и нашла его в призрачно-серебристом свете утра. «Девушка — загадка», — гласил заголовок, набранный зелеными, словно замшелыми буквами. Тело наклонено к фотографу, губы слегка приоткрыты, черные глаза смотрят прямо в камеру. В белых волосах красуются рожки, будто бы ее собственные. На одно короткое волшебное мгновение я поверила, что моя сестра действительно здесь, в оплоти, знаменитая Грей Холлоу. За четыре года, прошедших с тех пор, как моя старшая сестра ушла из дома, она превратилась в обворожительную хрупкую женщину с волосами, походящими на сахарные нити, и лицом греческой богини. Даже на фото она казалась хрустально-прозрачной и такой легкой, словно в любой момент могла раствориться в эфире. Видимо, поэтому журналисты вечно называли ее неземной, хотя мне Грей такой не казалось. В статьях никогда не упоминали, что в лесу она чувствует себя как дома и легко ладит с растениями. Природа всегда ее любила. Ветви Вестерии, рожей рядом с нашим домом, часто проникали в окно детской по ночам и обвивали ее пальцы. Я подняла журнал и открыла рубрику «История с обложки». Секреты окутывают Грей Холлоу, подобно шелкам. Мы встречаемся в лобби отеля «Зе Лейнсборо». Холлоу никогда не пускает журналистов в свою квартиру, да и гостей, по слухам, тоже не принимает. Лейнсборо. Пятизвездочный отель в Лондоне. Она одета в одно из своих творений, неповторимых и завораживающих. Только представьте себе тяжелую вышивку, сотни бусин, нити из чистого золота и тюль, невероятно тонкий, клубящийся словно дым. Платья от Холлоу, густо расшитые листьями и увядающими лепестками, сравнивают с лихорадочным сном, в котором смешались волшебная сказка и ночной кошмар. Ее модели выходят на подиум с оленьими рогами и мышиными шкурами, а ткани окуривают дымом, так что показы Грей Холлоу пахнут лесным пожаром. Она создает прекрасные и странные вещи, но именно их таинственная природа и сделала дом Холлоу столь популярным в одно мгновение. Каждая из платьев являет собой секретное послание, но и это еще не все. Знаменитости рассказывают, что находят крошечные записочки, вшитые под корсажи. Драгоценные камни, перемежающиеся с осколками костей, на которых выгравированы загадочные символы, а также руны, нанесенные невидимыми чернилами. Микроскопические капсулы, которые лопаются при ходьбе, высвобождая аромат одноименного парфюма. Рисунки, которые изображают ее вышивка, кажутся дикими, иногда чрезмерно. Только представьте себе генно-модифицированные цветы и скелетообразных минотавров, чьи лица лишены плоти. Как и их создательница, каждая из платьев тайна, которая только и ждет, чтобы ее разгадали. Я бросила читать на этом месте, потому что прекрасно знала, чему будет посвящен остаток статьи. В ней расскажут о том, что произошло с нами, когда мы были детьми, о случае, который ни одна из нас не в состоянии вспомнить, и о нашем отце, о том, как он умер. Мои пальцы коснулись шрама на шее. Точно такие же были у Грей и Виви, но ни одна из нас не помнила, откуда они взялись. Я взяла журнал с собой наверх в спальню и спрятала под подушку, чтобы мама не смогла найти его и сжечь в раковине на кухне, как предыдущий. Прежде чем выйти из дома, я открыла приложение «Find Friends», убедиться, что оно работает и передает мою геолокацию. «Find Friends», приложение и служба отслеживания мобильных телефонов для устройств iOS. Это было требование матери. Мне разрешалось отправиться на ежедневную утреннюю пробежку, только если она могла следить за моим маленьким оранжевым аватаром, перемещающимся по Хамстед Хит. Лесопарковая зона с холмом и видом на город. В общем-то, мне, в принципе, разрешалось выходить на улицу, но только если мама могла следить за моим маленьким оранжевым аватаром, перемещающимся по... Ну, вы поняли. Аватар самой Кейт висел на юге, в больнице Royal Free, где она работала медсестрой в реанимации и частенько брала дополнительные смены. Royal Free — крупный учебный госпиталь в районе Хамстед, лондонского округа Камден. «Выхожу», — написала я ей. «Окей, буду за тобой приглядывать», — моментально ответила мама. «Когда вернешься домой, напиши, что все в порядке». Я вышла в предрассветный зимний холод. Мы жили в высоком покрытом белой штукатуркой доме со строконечной крышей и мозаичными окнами, напоминающими стрекозинные крылья. Остатки ночной мглы все еще цеплялись за карнизы и собирались вылужиться под деревьями во дворе нашего дома. Мать-одиночка вряд ли могла позволить себе приобрести такое жилище на зарплату медсестры, но когда-то оно принадлежало родителям Кейт, которые погибли в автокатастрофе, когда она была беременна Грей. Бабушка и дедушка купили этот дом вскоре после свадьбы во время Второй мировой войны, когда цены на недвижимость в Лондоне рухнули из-за Блица. Бомбардировка Великобритания авиация гитлеровской Германии в период с 7 сентября 1940 по 10 мая 1941 года, часть битвы за Британию. Они тогда были подростками, немногим старше, чем я сейчас. Когда-то это было грандиозное строение, но со временем оно просело и обветшало. На моей любимой старой фотографии, сделанной на нашей кухне где-то в 70-х, комната полна ленивого солнечного света, который в летние месяцы задерживается по нескольку часов, цепляясь за верхушки деревьев и создавая им золотые орелы. Бабушка щурится в камеру. На ее коже калейдоскоп мерцающих зеленых бликов от витража, который с тех самых пор разбит. Дедушка стоит, обняв ее с сигарой во рту. Ремень поддерживает брюки высоко на талии. На носу круглые очки. Воздух кажется теплым и тронутым дымком. Бабушка с дедушкой улыбается. Они такие довольные, такие расслабленные. И если не знать их историю, можно решить, что они счастливы. Из четырех беременностей моей бабушки только одна, случившаяся в достаточно зрелом возрасте, завершилась рождением живого ребенка, моей матери Кейт. Комнаты этого дома, которые предназначались для детей, остались пустыми. Они не дожили до момента рождения внучек. В каждой семье есть вещи, о которых не принято говорить вслух. Истории, которые ты знаешь, хоть и не помнишь откуда. Память об ужасных трагедиях, которые отбрасывают длинные тени из поколения в поколение. Трое мертворожденных детей Аделаиды Ферлайтс были одной из таких историй. Другая относилась к тому, что случилось с нами, когда мне было семь. Виви позвонила, прежде чем я успела дойти до конца улицы. Я ответила через беспроводные наушники. Мне не требуется смотреть на экран, чтобы узнать, на связи именно она. «Привет», — сказала я. «Что-то ты рано проснулась. В Будапеште еще и двенадцати нет». «Ха-ха-ха». Голос Виви звучал приглушенно. «Что делаешь?» Вышла на пробежку, как и каждое утро, знаешь ли. Я повернула налево и побежала по тропинке мимо пустых спортивных площадок и высоких голых деревьев. Утро выдалось серым. Солнце медленно пробуждалось за пеленой облаков. Холод пронизывал кожу, выжигая слезы. Каждый удар сердца отдавал болью в ушах. «Фу», — ответила Виви. И я услышала на заднем плане объявление о ближайших рейсах. «Зачем ты так себя истязаешь?» «Это полезно для сердечно-сосудистой системы. Ты что, в аэропорту?» «Прилетела ради сегодняшнего концерта. Помнишь о нем? Только что приземлилась в Лондоне». «Не помню, потому что ты мне не говорила». «Уверена, что говорила». «Ничего подобного». «Ну ладно, я уже здесь, а Грей сегодня прилетает из Парижа на какую-то съемку. Мы хотим потусоваться в Камдене до концерта». «Район на северо-западе Лондона». «Заеду за тобой, как только выберусь из этого проклятого аэропорта». «Виви, сегодня учебный день». «Ты все еще посещаешь это отвратительное заведение? Повеси минутку, мне нужно пройти таможенный контроль». Мой привычный маршрут вел через зеленые поля Голдерсхилл-парк. Трава была усыпана бледно-желтыми нарциссами и бело-фиолетовыми крокусами, напоминающими конфетти. Зима выдалась мягкой, и весна ворвалась в город в середине февраля. Шли минуты. Под шум аэропорта в трубке я пробежала вдоль западной границы Хамстед-Хит, свернула в парк, именовала побеленное каменное здание Кенвуд-хаус, углубляясь в заросли вереска, местами такие плотные, зеленые и старые, что начинаешь сомневаться, действительно ли ты все еще в Лондоне. Кенвуд-хаус, резиденция Уильяма Мюррея, первого графа Мэнсфилда, расположенная в лондонском районе Хамстед. В настоящий момент общественный художественный музей. Меня тянуло к тихим уголкам, где тропинки были грязными, а густорастущие деревья, сплетаясь ветвями, образовывали арки. Вскоре на них вновь появятся листья, но этим утром я бежала под голыми ветвями. С двух сторон дорожку окаймляли ковры опавших листьев. Воздух здесь стоял затхлый, пропитанный сыростью. Из-за недавнего дождя было слякотно, и при каждом шаге грязь попадала на мои икры. Солнце уже поднималось, но ранний утренний свет словно был окрашен капелькой чернил, из-за чего тени казались глубокими и таящими в себе неведомую опасность. В трубке вновь зазвучал голос сестры. «Ты еще здесь?» «Да», — ответила я. «К большому сожалению. Твоя манера общаться по телефону просто ужасна». «Как я уже говорила, в школе ужасно скучно, зато со мной невероятно интересно. Требую, чтобы ты сегодня прогуляла занятия ради общения со мной». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!